С вами больная тема с Яной Глю. Здесь мы обсуждаем самые больные темы, которые касаются всех жителей Израиля. И сегодня мы поговорим о недвижимости в Израиле. Со мной Ольга Кумец. Мы находимся в офисе продаж, который занимается недвижимостью, соответственно. Здесь и стройка рядом, и тут работают маклеры, насколько я понимаю. Все, все в одном месте. Прекрасно. Это что-то новое здесь, это же новый какой-то проект. Это новый проект, который наша фирма как раз занимается продажами. Здесь квартиры и трехкомнатные, и четырехкомнатные, и пятикомнатные, готовы через три года. Так что все уже раскупили, я надеюсь? Практически. Но еще есть. Если кто-то хочет, еще есть. А какие лучше всего покупают? Три, четыре или пять комнатных? Трехкомнатных вообще недостаточно. Именно новых квартир. Их почему-то строят. Или совсем такие какие-то супер, там, с видом на море очень дорогие. Или это старый фонд. Сейчас вот уже есть тенденция, начали, скажем так, понемножку заходить трехкомнатные квартиры. Потому что реально молодые ребята, которые, или кто-то, наоборот, на пенсии, или одиночки. Им не нужны апартаменты, там, четыре, пять, шесть комнат. И сейчас вот в последнее время уже застройщики начали включать это. Вот один это из проектов. Они пользуются спросом, соответственно. Очень, очень, очень. Ну, во-первых, они дешевле, чем четырех-пятикомнатные. Ну, это понятно. И особенно, да. И особенно, если это первая квартира. И молодежь хотят в хороших условиях, с балконом, чтобы все было и стоянки, и кладовки. И просто их не строили. При всем желании. А почему их не строили? Невыгодно. Потому что строящикам невыгодно. Невыгодно трехкомнатность. Да. Мы находимся сейчас на юге Натании. Ты видишь этот район как очень развивающийся, правильно? Супер развивающийся. Мне кажется, он больше даже, нежели центр. И все, основной центр переезжает сюда. В принципе, есть уже планы, уже строительство началось. Весь административный центр переезжает сюда. Вот, в принципе, проект, где мы находимся. И немножко туда, в сторону города. Все там будут там парки, каньоны, развлекательные. И плюс администрация. Но это же Изурием? Или как-то это? Это же не очень, как бы, хороший район, можно сказать, в Натании. Изурием у нас немножко за нами остался. И эта сторона уже со стороны моря, это абсолютно новое. Все абсолютно полностью новые проекты. И все, которые у нас были не застроенные площади, вот их все как раз застраивают абсолютно новым. То есть здесь хорошо? Изурием уже, да. Изурием, да. Если мы идем немножко дальше туда, в сторону Агамим, уже выходит Агамим-Гиммел. И там даже дорога открывается, ну, съезд на четвертую трассу, все, чтобы уже было людям, ну, удобно. И дальше уже Ирьямим? Да, дальше уже идет Ирьямим. А в каком районе работаешь ты? Вот с какими районами ты лично работаешь? У меня основное это Юхна-Тания. В принципе, по всей Натании, но основное, я сама живу в Агамим, как мы говорили, поэтому Юхна-Тания. Ирьямим, Агамим, Ирусим, Новгалина, Чешмот, это мой любимый район. Угу. Скажи, Воль, тяжело работать маклером? Очень. Маклером очень тяжело работать, но очень интересно. А маклер, он не продает квартиры. Это как бы у нас проходит фоном. Но вот ты мне сейчас без камер сказала очень интересную вещь. Я лично думала, что не совсем так, что вот первые полгода, и человек, ну, как бы в основном не задерживается. Вот они приходят, новые маклеры, отучиваются, получают лицензию, диплом, отучились, пошли работать, убежали. Почему? Люди считают, что маклер это легко и быстро. Показал квартиру, и тебе внизу выписали чек. Да. Это считают, как вновь прибывшие, пытающиеся работать, то же самое и клиенты. А на самом деле это намного глубоко психологически. И работа очень сложная. Это работа 7 дней в неделю, 24 часа. Мне клиенты, особенно когда они заходят в сделку, в 12 ночи могут спросить розу ветров. Реально, это звонят, все, люди в таком стрессе, в таком, и ты с ними, ну, в прямом смысле в суперкомбишь. В стрессе почему? Потому что они покупают квартиру, почему они в стрессе? Конечно, покупка и продажа квартиры, это у нас образно стресс. Кто-то его легко произносит, кто-то... Потому что, с одной стороны, человек боится, что он сейчас продаст, неизвестно, что купит. Если первая квартира не так, но первая квартира, я вообще люблю первые квартиры, это очень эмоционально. Потому что есть молодая пара, которая только поженилась, ну, или где-то там, рядышком. Рядом с ними все бабушки, дедушки, тети, и все советуют. Это столько энергии. Вот для этого, кстати, нужен риэлтор, который все это вместе соберет. Все вот эти у каждого свое. И эта молодая пара все-таки купит эту квартиру, иначе они просто... Или уйдет к другому риэлтору. Такое тоже бывает. Бывает. Обидно? Ну, в принципе, бывает. Нет, я не думаю. Смотри, все мы люди, и каждый... Должна быть какая-то химия, это как мы с женой, понимаешь? Или они партнеры, или они расходятся. Так и здесь. Есть мои люди, есть другие. Почему нет? Всем, как говорится, чтобы нам было хватало работы. Ну, а что вот сложнее всего в этой профессии? Смотри, это как сложно и интересно. Это люди. Мы работаем с людьми. Это как, я повторюсь, мы не продаем квартиры, мы работаем с людьми. Я прихожу к людям в семью. Я вижу семью, я вижу детей, я вижу дедушек, я вижу бабушек, я вижу отношения с мужем и женой. И со всем этим мне нужно или продать им квартиру, если они вышли на продажу, или они ее хотят купить. То же самое, мне нужно понять, что они хотят. Потому что это очень разное бывает. Если человек выходит... Поэтому муж и жена реально очень часто, они по-разному смотрят. Они идут, например, покупать квартиру, и у них вплоть до этажа направление. Одному ей нужна кухня, или ему смотрят, кто готовит, а другая говорит спальню, какие ванны, какие... Это все нужно собрать. Это все нужно собрать воедино и, с одной стороны, найти квартиру, с другой стороны, объяснить, почему это, где какой садик, где какая школа. Люди иногда сами не понимают, что они ищут. У них есть ощущение, вот что они хотят. А конкретно это осуществить, это уже моя работа. Это как раз вот соединить все желания человека. То есть ты пытаешься почувствовать их запрос и найти по запросу, не просто показать все квартиры, которые ты знаешь и которые у тебя есть в наличии. Ой, не дай бог. А именно по запросу вот. Нет, смотри, я, понимаешь, мы живем в обществе, и я слышу и вижу и в фейсбуке, и все, что и клиенты часто говорят. Ой, мне показали 150 квартир. Да. Кошмар. Вот, честно. Это, мне кажется, это не есть правильно. Если человек знает свою работу, любит свою работу, знает свой рынок, если мы говорим о маклера, то он покажет 3, 4, 5 максимум квартир. И каждая квартира теоретически человеку подходит, из них он должен выбрать. Если человек уходит в какие-то... Я же не работаю экскурсоводом по натане, я маклер, поэтому я должна услышать, что человек, увидеть его, из этого дать ему что, а не гулять по натане с ним, у меня нет для этого ни времени, ни желания. А правда, что маклер сначала показывает дешевые, и потом медленно поднимается в цене, то есть сначала дешевле, потом еще дороже, потом еще дороже, и самая последняя квартира, которую он покажет, она будет самая дорогая, самая лучшая от всех. Смотри, я отношусь к тем, я уважаю своих клиентов, уважаю себя, их время и свое время, поэтому у меня нет вот этих вот игр. Игр. То есть то, что я сейчас объяснила, то, что я сейчас рассказала, это игра. Это игра. Это игра. Это игра. Это как сначала показать плохую, а потом показать чуть лучше, чтобы эту закрыть. Ну вот так, да. Сказать, что это монет, так, конечно, есть. И сплошь и рядом все очень много. Но это неправильный подход. Это не мой подход. Я считаю, я все-таки отношусь с уважением к людям. И если они берут маклера, люди это платят деньги, в общем-то, немалые деньги, то они хотят за свои, ну, за свои деньги получить хорошие услуги, хорошую работу, правильно? Мы работаем с людьми, и я им даю эту услугу. И я хочу, чтобы они вернулись ко мне, как говорится, сказали, как было со мной приятно, какую квартиру. Потом мы остаемся с друзьями с ними. У меня очень много друзей, которые именно мои клиенты. Если честно, в мое день рождения, это правда, прежде всего меня поздравляют клиенты, потом муж. Потому что люди живут в тех квартирах, которые я им нашла. Найди ему тоже, он тебя поздравил первым. С ним мы уже нашли, мы живем в квартире. Но у меня есть еще желание. Так что все может быть. Ты знаешь, вот такой вопрос, очень щепетильный, конечно, он очень важный, на мой взгляд. Все, хочу его задать. Но ты знаешь, некоторые стеснения иногда присутствуют, как-то не очень это приятно. Прямо сейчас вот чувствую, надо задать. Задай. Значит, смотри, ситуация такая. Я, допустим, продаю квартиру. Я плачу, правильно, маклеру за его услуги. Да. И с другой стороны есть покупатель, который покупает мою же квартиру. Он тоже платит маклеру за услуги. Почему так? Это, нет, смотри, это вообще два разных клиента, правильно? Да. Который один вышел, а другой, который ищет... Но, насколько я знаю, не могут договориться сделать это пополам или это невозможно? Смотри, на рынке есть все. Но, в принципе, если мы идем нормально, вот без всевозможных комбинаций, то есть квартира, которая на продаже. Там есть маклер, который получает свои проценты за свою услугу. Он работает там с остальными маклерами. Кто-то работает, кто-то нет. Мы не будем углубляться. Он, как говорится, полностью, ну, чтобы хозяева были довольны его работой. Выбивает им там цены и все такое. А если с другой стороны человек, который маклер, работает с клиентами, которые ищут эти квартиры, поэтому они абсолютно как бы друг другу не мешают. Нет, если это один и тот же маклер, который, вот, я, допустим, продаю свою квартиру. Да. Да? С маклером. Он мне нашел клиентов, которые ее покупают. Да. Все. А, они типа из того... Да-да-да. Смотри, это... Двойная оплата. Двойная оплата, это бонус маклеру всего лишь. К сожалению, это не так часто случается. Чаще всего это мы все-таки с той стороны есть еще другой маклер. Ну, в принципе, да, бывает. Почему нет? А обычно это как? Работа двойная. Просто интересно, как это обычно происходит. Маклер, это так же, как официанты, они скидываются типами, потом делятся в тихо? Нет, 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 нет. Я ни с кем не скидываю, все мое это мне. Нет, это есть, это обычная, всегда есть договор между клиентами, как и покупки, как и продажи. Даже если это один маклер, все равно, значит, это два договора. Но маклер, который работает именно, я имею в виду, ты работаешь на фирме, да, ты имеешь отношение к фирме. Или это человек, который работает исключительно сам на себя, это одно. Это разницы не имеет абсолютно никакой. Мы все, в принципе, как бы самостоятельные фрилансеры. Просто мне, например, удобно с фирмой. Я могу с фирмой, могу отдельно, это разницы абсолютно никакой не имеет. Просто я видела объявление, у нас там на Ницце я часто гуляю, ближе к северу города. Север ты не любишь, ты любишь юг. Это я уже поняла. Это лично, это лично. Ты не любишь север Израиля, ты не любишь север Израиля. Я вообще не люблю, значит, да. Походу, север люблю только я. На севере люблю отдыхать, не работать. Значит, у нас объявление висит о том, что они ищут маклеров, какая-то определенная фирма. Мы с Рат Тивух. И там написано, что маклеры у нас получают до 80% омлет, то есть до 80% дивидендов. Да, а почему так? Что это значит? А что, нельзя получить 100? Что это значит? 100, если ты сам на себя работаешь. Ага. А если ты работаешь с фирмой, то какую-то часть ты отдаешь. А, забирает фирма. Конечно, да. То есть ты не делишь на всех маклеров, как типы в ресторане, как чревые? Нет, мы не в ресторане. Это фирма забирает? Нет, фирма мне предоставляет услуги, там по рекламе, ну, каждая по-своему. А я ей за это, грубо говоря, со сделки какой-то процента даю. У каждого это свое. А если маклер помогает маклеру, у них же там есть какое-то процентное соотношение, я не знаю. Вот, например, несколько лет назад я, кстати, в этом районе продавала квартиру. Чуть-чуть вот дальше по этой улице. И в эту квартиру приходили различные маклеры, они очень интересовались. И все так, конечно, били себя в грудь и говорили, что вот мы точно продадим. И они ходили группами, что самое интересное. То есть это не просто я и друг, да, это я и еще один маклер. Там 3-4 маклера, которые все работают в одной и той же фирме. И когда я спрашивала у них, сколько стоят их услуги, они как бы называли, естественно, и объясняли, что, допустим, сразу, да, что скидку тут сделать невозможно, потому что они все это делят, ну, на четверых или на троих людей. Приди один, зачем? Ну, вот так. Ну, просто, видимо, они это объясняли тем, что этот даст рекламу у себя, этот даст рекламу у себя, тот даст рекламу у себя. В результате никакого маклера там не понадобилось, эту квартиру купила организация. Очень быстро, четко, вообще вот так и все. Да. Но они почему-то вот были такие, как бы, не знаю, не очень серьезные. Знаешь, какая вот проблема в нашей стране, я как маклер, у нас нет закона. У нас нет, у нас тупо нет законов, даже хотели отменить разрешение на работу вот маклером. Ого! Что я, например, против, я считаю, что это вообще нужно учить. У нас есть курсы, и мы должны сдать экзамен, чтобы быть маклером. То есть они хотели сделать так, что любой человек может быть маклером? Ну, типа того, да. А, вот в чем дело. Слава Богу, мы туда не пришли, слава Богу. Ну, потому что и так у нас полный хаос на рынке недвижимости, было бы еще лучше. Так хотя бы у человека есть разрешение, он, когда приходит на работу, хотя бы приблизительно знает представление об этой работе. Насчет того, что ты говоришь, делятся, не делятся, очень много ребят начинающих работать, очень много новеньких. Кто-то может, кто-то не может, как в любой профессии. Есть люди, которые, есть адвокаты, которые берут экс, неправильную сумму, и есть адвокаты, которые со сделками, со скидками, со чем угодно. То же самое, как в любой работе, так же из маклера. Есть кто-то берет свои 2% плюс мам святое. А есть варианты. Соответственно, так он и работает будет с вариантами, понимаешь? Этот, который берет, он четко знает, дорогой, значит, он все тебе сделает, и ты за ним, как за каменной стеной, чаще всего мы говорим. Это у которого варианты. Он будет искать себе еще клиента вот со второй стороны, потому что домой все равно все мы должны принести зарплату, правильно? И зарплата эта должна быть хорошая. Поэтому будут делать всевозможные комбинации. Это все есть на рынке, к сожалению, именно потому, что у нас нет закона. В Америке, например, ты не можешь купить или продать квартиру без маклера. Вообще сам не можешь? Вообще сам, нет, да. Ничего себе. У них есть, я не помню, или купить, или продать, но там должен быть. Они там 6-7% платят. Есть определенные действия, что должен сделать этот маклер. Он там и долго проверяет, но там совершенно по-другому. У нас здесь немножко, я же говорю, хаос в этой работе. Люди не понимают, зачем им нужен маклер. Сами маклера тоже не понимают своей работы. И поэтому... Как всегда. Да. Так зачем нужен маклер? Маклер нужен для того, чтобы человек въехал в квартиру своей мечты. Встречались года 2,5-3 назад, я помню. Мы были совершенно в другом проекте. В проекте «Лагун», по-моему, мы с тобой снимали. Шикарный проект. Что изменилось с тех пор на рынке недвижимости? Ой, много. Вот так в общем. Или какие-то детали, поведай нам такие очень яркие, которые прям можно с ума сойти от этих изменений. Очень с ума сойти можно. Во-первых, цены у нас взлетели так, что с ума сходят все. Но все равно покупают. Покупают. Смотри, квартиры всегда покупали и покупают. Недвижимость, люди женятся, разводятся, рожают детей. Они хотят жить в своей квартире. Правильно, это неправильно. Всевозможные бизнес-консультанты разные выдают нам информацию. Мы люди все простые. Мы хотим свой угол. Вот всегда так было, особенно мы женщины, ну кто не хочет свою квартиру? Чтобы она была моя и все, выгодная она там или не выгодная. Очень часто я слышу вот жалобы, знаешь, вот не можем найти квартиру на съем, не можем найти квартиру на покупку. Мало предложений. То есть есть такие разговоры, скажем так. Искать не умеют. А как надо искать? Вот подскажи. Пусть обратятся к нам и сразу найдем. Ну, если честно, конечно, многие люди пытаются сами. Пытаются сами. Сами очень тяжело. Я не в рекламу, как говорится, нам, маклером. Но, тем не менее, если хорошие маклеры, с ним просто намного быстрее. Если четко дал задачу, две-три квартиры посмотрел и одну из них выбрал. Если посмотрел больше, это уже плохой маклер. По Ядштайм, если мы ищем, это совершенно, ну, очень много объявлений, которые уже не актуальны. А почему? Ведь это же единственный сайт Ядштайм. Или есть еще какие-то сайты? Очень много сайтов. Есть OnMap, есть Madlan, есть Facebook сейчас. Facebook сейчас столько групп. Очень много сделать, делать через Facebook. То есть Ядштайм, это как сейчас, получается, последняя инстанция в поиске недвижимости? Это да. Это уже отходит он. Да что ты говоришь? Ведь обычно мы как, ну, что-то ищем сразу туда. Ну, это по привычке. Это по привычке люди начинают искать с Ядштайм. И я обратила внимание, что даже в Ядштайм очень много и больше предложений стало гораздо от маклеров. То есть частные, просто частные лица, которые хотят продать, допустим, свою квартиру, их очень мало. В основном только от маклеров. И те частные предложения, которые есть, там жутко завышены цены. Я вот лично обратила внимание, когда я искала вот совершенно недавно квартиру, с маклером было проще. И почему-то вот все время, когда ты начинаешь искать и копать, ты здесь как бы напираешься на дно, понимаешь, что нет, так не пойдет. И получается, что ты все равно уходишь, опять же, в те предложения, которые предлагают какие-то офисы. Смотри, все-таки маклер, он знает рынок, знает цены именно рыночные, а не просто как человек выходит, он видит свою квартиру единственную, он понимает, какая она у него красивая, любимая, сколько он души в нее вложил. И хочет продать дорожку. Да, и он хочет, он понимает, что если он там что-то сделал, эту кухню, то она самая дорогая, самая красивая. И приходит клиент, ему неинтересна эта кухня, у него могут быть совершенно другие запросы. Да, и поэтому, когда эта сделка делается через маклера, маклер, маклер это посредник. Он посредник между покупателем, продавцом, между адвокатом, между мужем и женой иногда. И мы просто объясняем, объясняем эти цены, объясняем, что нужно, как нужно, как понизить, как повысить, смотря что, смотря к какой стороны. А как выбрать правильно маклера? Их же так много. Ох, это сложный как бы вопрос. Ну вот дай нам какую-то, не знаю. По рекомендациям, в основном по рекомендациям, или можно смотреть, кто больше всего сделал сделок. Есть у нас шикарный сайт, например, Мадлан. Там просто написано, какой сильный маклер в этом районе. Очень просто. Даже, по-моему, в Ядштайне. По районам выбирают? Да, по районам. Где хочешь купить, в каком районе, с тобой выбирают? Смотри, если я, например, в Натане, то я, конечно, рынок лучше знаю в Натане. Я могу где-то помочь в Тель-Авиве, в Версиле, ну совсем минимально. Совсем минимально. А здесь, Натане, спроси мне, я тебе каждый проект расскажу просто, хоть до ступенек. Но про Натаню, например, здесь понятно. Здесь, в принципе, центральный город, близко ко всему, все прекрасно. Супер город, я люблю Натаню. Да, все ее любят. Приезжайте к нам все. Стремятся сюда приехать жить. Но хотелось бы все-таки затронуть вообще вот всю страну. Насколько сейчас и где вообще выгоднее, допустим, купить? Потому что не все могут купить жилье в Натане. Где выгоднее юг, север? Не только центр возьмем, скажем так. Смотри, то же самое. Каждый смотрит под себя, кому что нужно. И здесь на центр удобно. У нас здесь школы, садики, театры. И все очень рядом. А с другой стороны, есть люди, которые очень любят вообще север страны. И замечательно, и тишина, и красота, и там больше земли, и, соответственно, дешевле. Но, с другой стороны, меньше работы. Но если люди работают на компьютере из дома, то им все равно, откуда работать. Если люди занимаются сельским хозяйством, врачи, медсестры, все равно плюс-минус люди себя находят. И, естественно, если мы в центре, здесь движение больше. Но хотелось бы узнать, насколько тенденция к росту, например, цен на юге или на севере, где больше, где лучше. Смотри, центр, естественно, растет быстрее. Это понятно. Это мы уже помним. И юг, и север. Вообще по Израилю везде цены хорошо поднялись. Везде хорошо. Но, насколько я поняла вот из последних сводок, что на севере все-таки в таких городах, как Афула, как Хайфа, цены взлетели гораздо больше, чем, допустим, в Димоне или Бершеве. Потому что я постоянно отслеживаю рынок и смотрю, что это действительно огромная разница. Там почти в два раза, а тут чуть-чуть. Смотри, для вложения в Димоне и в Бершеве покупать сложнее. Сложнее. Почему? Потому что кто снимать будет? Это как Хариш, он наполовину пустой стоит. Замечательный, новый, все дешево. И он наполовину пустой. Наполовину пустой. Хариш, да. Ты мне сейчас просто Америку открыла. Я была уверена, что все переехали туда уже давно. Нет. Ты хочешь сказать, что те дома, которые там построили, стоят пустые? Не все, конечно. Люди живут, у меня клиенты там есть. Есть дома, которые стоят пустые. И очень много. Да. Если, допустим, человек рассматривает вот вариант купить на вложение. Или как первую квартиру, пусть она будет на вложение. Где вот ее лучше выбрать? Если нет возможности купить в центре. Но человек все равно хочет купить. И лучше ведь, ты говоришь, не ждать, а купить. Правильно? Пусть тогда, если что, купят. Где? Вот в новостройках. И я все равно за центр. Лично я, с моего опыта, за центр. Если решают купить квартиру, то лучше в центре. По крайней мере, это все безопаснее для собственных денег. И меньше риска. А какой риск может быть? Риск, что ты просто застранишься этой квартирой. А просто не сдашь, ты имеешь в виду? Да. Это много, много застроек, которые построили. И они стоят пустые. Очень много. Люди попали. И сами они там не живут? Нет, сами они не живут. Сами живут в центре, покупают. Потому что хорошая реклама проводится. Все это замечательно на сайте. Все это красиво. Но люди туда не едут, потому что нет работы. Тяжело выехать. Садики, школы. Построили новый дом. Вокруг, грубо говоря, пусто. И куда? Вот молодая семья. Как они туда поедут? Да, квартира новая. Да, замечательно. Да, недорого. Даже если там построили этот садик. А куда мама с папой пошли работать? Места рабочие. И едут в центр. Ну, смотри. Если мы уже говорили про Димону, там, и Бершеву. Нет, Димон и Бершеву это нереально. Только там. И даже Хариш. Это пробки. Это пробки. Это постоянные пробки. У тебя будет по 2 часа туда-обратно. Это 4 часа каждый день. А где дети? А где садики? А где школы? А где остальная жизнь? А где находится твоя квартира? В Натании? Моя квартира в Натании. В каком районе? В Агамин. Давно? Да, я из первых. Я там как раз купила в проекте. Сколько лет назад? 11. Что происходит сейчас со съемом? Есть достаточное количество 3-комнатных, 4-5, 1-шек, например? Смотри. 2-х и 1-шки. Эти студии. Это в основном деленные квартиры. Которые человек покупает для вложения. А в новых проектах есть такие? А в новых проектах сейчас стали строить 3-комнатные. А студий практически нет. Вообще по Израилю я знаю, может, 1-2 проекта, которые строят. И чаще это реально просто дорогие квартиры, эксклюзивные такой варианты. То есть сейчас нет проблем с тем, чтобы снять? И вторичное жилье, и новое? Сейчас конкретно нет. В общем, рынок вполне стабильный. Можно успокоиться? Никто на улице не остался. Но сейчас, да, сейчас свободно. Очень много проектов, которые выпускаются. И выходят квартиры просто на рынок. В моем же Агамин, там дома, высотки. В городе, в центре, то же самое. Освобождаются квартиры. Поэтому есть. Приезжайте, Наталья. Большое спасибо. Квартиры есть. Тебе спасибо. С тобой, как всегда, замечательно. С тобой тоже.